Здравствуйте, друзья! Вновь «Главная рыбалка». Меня зовут Станислав Радзишевский. Сегодня в нашей студии человек, который уже бывал у нас раз и будет бывать в нашей программе регулярно, будет приходить в гости, будет делиться впечатлениями. Я надеюсь, будет рассказывать о победах. У нас в гостях Сергей Титов, вице-президент русской бас-лиги, чемпион мира по ловле баса. Соответственно, говорить мы будем о всемирном бас-движении, о русской бас-лиге, о ситуации в российской команде. Еще раз добрый день, Сергей. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Стас. Спасибо за приглашение. Стас у нас, наверное, самый большой популяризатор бас-движения. Итак, всемирное бас-движение. Понятно, что многие наши зрители прекрасно знают, что такое бас. Может быть, не понимая еще всей красоты и сказочности этой ловли, однако, как он выглядит, как он выскакивает за приманками, не могли видеть и в рекламных материалах, и в интернете, и на сайте русской бас-лиги. Для тебя ловля баса – это главная рыбалка. Расскажи, пожалуйста, что такое басовая рыбалка в мире. И, может быть, какие-то цифры, может быть, какие-то цифры бизнеса. И расскажи о том, как ловят басы россияне. Ну, если начинать сначала, самое печальное во всем этом, что в Российской Федерации баса нет. Отсюда второй неутешительный вывод, что для того, чтобы половить баса, надо ехать куда-то, где он есть. Самое ближайшее, конечно, направление – это Европа, южные ее страны. Это Испания, Португалия, Франция, Италия. Очень близок для нас Кипр, как традиционно дружественная к российскому населению страна. Ну и, пожалуй, еще некоторые африканские страны, куда поехать, в принципе, конечно, можно. Ну, я бы подумал. С точки зрения мировой рыбалки, рыбалка на баса занимает, наверное, процентов около 90 по популярности, по затратной части, по приманкам выпускаемым и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это основная мировая рыбалка. Прямым конкурентом с ней, пожалуй, только морская рыбалка, о которой ты знаешь гораздо больше меня. Там споставимы затраты и по снастям, и по оборудованию, и по катерам, и по всему остальному, естественно, по количеству вылавливаемой рыбы. Ну, это да. В пресной воде бас конкуренции не имеет. Итак, что нужно сделать, чтобы россиянину половить бас? Мы приехали, предположим, в ту же Испанию. В интернете можно найти десятка четыре фирм, которые предлагают на выбор любую рыбалку, с любых катеров, в любых местах, там, 5, 6, 7 широко известных по всему, ну, если не по миру, то по Европе точно точек, водохранилищ, где бас присутствует, где его можно ловить. Естественно, к этому нужно быть готовым, готовым не только морально, но еще и материально, физически, по снастям и по всему остальному. О снастях мы с вами немножко дальше тоже поговорим. И нужно понимать, что вот так просто, как поймать нашу щуку, предположим, скорее всего, вам баса поймать не удастся. Стас мне не даст соврать. Проще всего, конечно, поймать баса размером с вертушку на ту же самую вертушку. В Каталонии, в море. Да, море совершенно, море этой рыбешки. А вот такой. А вот то, что действительно называется трофейным басом, поймать его непросто. Где-то в начале 2000-х годов, когда наши люди уже широко поездили по миру, они привезли с собой впечатление от рыбалки в тех же Соединенных Штатах, от рыбалки в Европе. И возникло некое такое желание, ну, если не попробовать себя в этой рыбалке, то хотя бы посмотреть на рыбу. И мы с моим единомышленником и большим другом Костей Кузьминым поехали на Кипр. Там эта рыба представлена достаточно широко. Она была завезена в середине 60-х годов, расселилась практически по всему острову. Ее много, она крупная. Естественно, минус Кипра, что не всегда, не все сезоны бывают дождливыми, и уровень воды в дамбах падает от колоссально огромного до минимального. Дамбы – это водохранилище, извините. Дамбы – это водохранилище, да, конечно. Поэтому нельзя настраиваться на какую-то совершенно конкретную ловлю в конкретной точке. Ты можешь приехать, эта точка окажется в 100 метрах над тобою или в 20 метрах под водой. Никогда не знаешь, что ожидать. Но, с другой стороны, это тоже интересно для ловли. Приехали мы туда с обычными нашими снастями, с поролонками, с силиконками, со всеми джигголовками, и сам рыбу-то поймали. И решили, что все, мы уже такие крутые спецы. Взяли бога за бороду. Да, и ничем этот бас не отличается от наших щуки. И можно ловить его как угодно. Раз приехали, два приехали. Что-то еще посмотрели, какие-то видеофильмы в интернете нашли. Ну, в общем, как-то стало, как мы поняли, что предельно все ясно. И повезло нам поехать на самый-самый-самый первый мировой чемпионат по ловле баса. В Португалии он случился. Не самый-самый-самый первый, а самый-самый-самый первый для России. Самый первый для России, да, был в 2004 году. И, собственно, там-то мы впервые увидели, что мы не то что ловить баса не умеем, мы даже себе слабо понимаем, что это за рыба. Вообще как таковая, как она себя ведет, и как ее ловить по-настоящему. Вот не вот эту вот штучку с большим ротиком и маленьким хвостиком, а реальную рыбу, которую, в общем, в двух руках трудно удержать. Вот, наверное, с этого момента в Российской Федерации началось бас-движение. Когда мы поняли, что мы ничего еще не знаем, самое главное признаться себе в том, что ты ничего не понимаешь, и начать работать над этим. Была создана организация под названием «Русская бас-лига». Она сразу поставила перед собой задачу научиться ловить баса и, растолкав всеми частями тела признанных авторитетов европейцев и американцев, влезть вот на эту самую гору или, не знаю, горку Олимп местной. И там прочно утвердиться. Начали мы ездить. Наглая, скажем так, 2004 года позиция. Да, абсолютно, совершенно с собой согласен. Абсолютно наглая позиция, причем не подкрепленная ничем. Ни финансами, ни знаниями, ни тем более опытом. Ну, а с 2004 года, собственно, начался расцвет басовой ловли для России. Мы проехали какое-то неимоверное количество водоемов, стран с этим басом. Стажировались и в Корее, и в Италии, и в Португалии, и в Испании, и во Франции, где только нас не было. Даже в Мексику умудрились попасть. И где-то по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть что-то такое схватывали. Чаще всего нам попадались очень хорошие гиды, которые становились нашими друзьями. Они пытались объяснить что-то в меру своего разумения. Естественно, оно все моталось на уз. Записывалось, протоколировалось, снималось на видео, в том числе и шпионскими способами. Естественно, был перелопачен весь интернет, который только можно. Были сделаны какие-то далеко идущие выводы. Полностью переоформлена подготовка спортсменов. Переосмысленно, я бы даже так сказал. И в итоге мы получили примерно то, что мы имеем на сегодняшний момент. А что мы имеем на сегодняшний момент? А имеем мы на сегодняшний момент совершенно удивительную картину. Примерно как если бы нигерийская сборная по хоккею, впервые, ну не впервые, в третий раз выступая на чемпионате мира, взяла бы и разгромила в финале канадцев или американцев. Со счетом 8-1. И завоевала Кубок мира. Примерно то же самое произошло и с нами в прошлом году в Италии на озере Гарда. Соревновалось 10 команд. Из них 6 команд это признанные гранды, Португалия, Испания, Мексика, Соединенные Штаты Америка, хозяева чемпионата Италия. Это те же самые немцы, которые имели всегда больше возможности познакомиться с этой рыбой. И фактически на полном отсутствии Клева, неожиданно для всех, российская сборная сняла первое место в командном зачете. Можно слово? Да. Чем хуже Клев, чем хуже погода, тем лучше всегда во всех юрах рыболовного спорта выступает наша рыболова. Это точно, совершенно, это однозначно. Более того, мы даже умудрились завоевать серебро и бронзу в личном зачете. В том числе и у тебя такая есть медаль. Да, совершенно справедливо. Я не думаю, что это чисто наша заслуга. Безусловно, это заслуга тех людей, которые с нами работали, пусть не всегда безвозмездно, то есть дадом. Я бы сказал так, эта дисциплина спорта затратна примерно как теннис. Но, с другой стороны, в Соединенных Штатах Америки она приносит участвующим в турнирах спортсменам денег, сравнимых, если даже не больших, чем сколько зарабатывают американские или другие теннисисты в мире. То есть это десятки, сотни тысяч долларов за участие, за выступление, за победы в турнирах. Скажи, пожалуйста, в русской бас-лиге ты бы назвал первую десятку лучших? Я думаю, что и ребятам было бы приятно. А может быть, не стоит, кого-то обидим. Безусловно, назвать-то можно, но вся беда в том, что спортсменов в русской бас-лиге не так уж и много. Мы сейчас будем перечислять всех, но наберется их, наверное, человек 30. Если говорить о сборной, то есть о тех людях, которые стабильно показывают хороший результат на соревнованиях, в том числе и на европейских, это, безусловно, Володя Скворцов, Вадик Гиндин, Костя Кузьмин, Сергей Титов уж извините, наш, хорошо, не я это сказал, наш незаменимый универсальный солдат во всех видах раболовного спорта Андрюша Петерцов. Вот уж точно, действительно универсальный боец. Также наши два других, Андрея Мосин и Живин, Дим Шабалин, безусловно, не стоит забывать Женю Комова, который, к сожалению, в последний год по каким-то причинам немножко сбавил обороты, но я думаю, что это наверстается. Ну, безусловно, я кого-то забыл, потому что я сейчас говорю только о тех, да, пожалуйста, Кирилл Грибков, который из года в год все лучше и лучше, да, лучше и лучше показывает результат, все более и более, так забираясь на маленькую вершинку, перепрыгивая с одной вершинки на другую. Конечно, я кого-то забыл. Много-много есть людей, которые способны ловить басы, которые готовы это делать, и главное, они способны учиться. А молодежь? Или в силу затратности вида, скажем так, пока не так много? Пока мы не имеем возможности поддерживать молодежь финансовую, потому что, к сожалению, в нашей стране молодежь и финансы – это вещи на разных концах земного шара, мы пытаемся что-то делать, пытаемся вытаскивать наших ребят, которые засветились и в ловле форели, и в ловле окуня, и в ловле обычным спиннингом всего подряд. Мишин, кстати, вполне к себе юный гражданин России. Показал себя очень неплохо на соревнованиях. Да, безусловно, мы будем стараться поддерживать молодежное движение в басовом движении, внутри басового движения, по мере нахождения на это дело денег. Денег, опять же, повторюсь, мы тратим очень и очень много. В Европе аренда лодки с гидом, он же шофер, стоит никак не меньше 300 евро в день. Это без учета бензина. Это очень близко к тому, что действительно ты был прав, и стоимость приближается к стоимости морской рыбалки. Это действительно так, как, извините за напоминание президент российского отделения ЭФСА, я должен это с уверенностью и знанием дела констатировать. Давай-ка мы все-таки расскажем о том, что с басом на разных точках полушария, кто основные соперники российской сборной, о каких-то похожестях обычной ловли и басовой ловли. О чем-то таком, что по просмотру человек подумал бы, черт побери, наловился я уже всяких щук, дай-ка я попробую себя в басе. Давай, привлекай, зови людей. Один большой плюс нашего, что называется, географического положения, наверное, он практически единственный, в том, что у нас очень большое количество разнообразной хищной рыбы. Жалко, что у нас нет баса, это как бы минус, но в то же время у нас есть щука, у нас есть окунь, у нас есть судак, у нас есть сенга, у нас есть таймень. Совершенно правильно, куча каких-то форелевых, лососевых, пардон, рыб. И все это мы можем ловить. С моей точки зрения, наши, пусть пока маленькие, но успехи на европейском басовом поприще связаны именно с тем, что если европейцы и американцы никакой другой рыбы, чаще всего бас-мастера, не ловят, вот у них есть бас, он закрывает все, что им нужно, и кроме баса они ничего не знают. Мы в силу своего географического положения вынуждены ловить еще и щуку, и окуни, и судака, и прочее, прочее, прочее. Вынуждены. Вынуждены, да, с моей точки зрения мы вынуждены. Вот. И это, как ни странно, сказывается очень положительно. Если мы чего-то недопонимаем в басовой лоб, мы можем попытаться применить наш весьма, я бы сказал так, богатый опыт из жизни другой рыбы. Как то? Как то. Щуки, как то судака. Я не говорю, конечно, ловлю жереха на костмастер, хотя и это тоже могло бы сработать, если бы мы попробовали бы это более тщательно. В каких-то непонятных нам ситуациях мы стараемся опираться на опыт, который у нас есть за плечами, внутрироссийский, и иногда неожиданно это срабатывает. Причем может сработать даже так, что видавшие виды американцы хватаются за голову и говорят, а мы этого никогда не пробовали. Ну-ка научите нас, как это делать. Например, для них откровением была наша техника ловли на джик. Они ловят на джик совершенно другим способом. Если в основном у нас проводка осуществляется катушкой, то у них осуществляется подъем мудилища. Да, подъем мудилища. И они сделали неожиданный для нас даже вывод, что при ловле активной катушкой мы снимаем самую возбужденную, настроенную на поклевку рыбу. Это очень быстрый способ ловли. Я не знаю, будут ли они ловить это в дальнейшем, но в беседе с нами американцы сказали, что эта техника весьма интересна, мы будем ее пробовать. Можем мы чем-то удивить их, наверняка можем чем-то еще. И это наверняка будет базироваться на нашем внутреннем опыте. Теперь, что касается соперников. Да по большому счету мы не так уж высоко забрались. Это тоже большой плюс. Нам не сильно больно будет падать, если что. Скажи, я ничего, может быть, не понимаю в спорте, хотя всю свою сознательную жизнь в нем нахожусь в рыболовном спорте, однако ничего не понимаю. Что значит не забрались? А что, есть какая-то более серьезная вершина, чем чемпионат мира? Да, наверное, есть. В любительском спорте, безусловно, чемпионат мира является верхней планкой. Может быть, есть еще всемирные рыболовные игры. Может быть, там было бы интереснее. Но на самом деле по последним соревнованиям в этих чемпионатах мира участвуют 10, 12, 15 стран. Не больше. Тогда такой турнир, как басмастер в Соединенных Штатах привлекает 100, 200, 300 команд участников. Это совершенно другой уровень. Это совершенно другая подготовка турнира. Пусть не обижаются наши чиновники из рыболовного спорта. Им бы поучиться бы съездить. Организация. Нам бы денежков чуть-чуть. Да, и денежки это в первую очередь. Затраты на организацию турнира это миллионы долларов. Это оператор в каждой лодке. Шесть вертолетов. Это вертолеты, которые сопровождают лодки. Не трави душу телевизионщикам. Это веб-камеры в лодке, которые включаются тогда, когда спортсмен даже не знает о том, что его сейчас снимают, и трансляция идет на весь мир посредством интернета. И уже случались казусы. Связаны с тем, что спортсмены не знают об этом. Это правила, которые ограничивают возможность поимки как мелкой, так и крупной рыбы. Это лимиты по размеру, лимиты по весу. Это лимиты по времени. Это куча всего, чтобы сделать соревнования зрелищными и интересными. Я не побоюсь соврать, в пятерке наиболее освещаемых спортивных событий обязательно присутствует ловля баса в Соединенных Штатах Америки. Она конкурирует с боксом, с баскетболом, с американским футболом и хоккеем. На один цент вложения 82 цента отдача. Это математические цифры, которые отражают... Очень серьезные. Да, которые отражают только аудиторию, которая следит за проходящими событиями. Там не один турнир, не два, не три. Их десятки и сотни. Турниры любительского уровня, турниры выходного дня, турниры с берега, которые, может быть, менее зрелищны, но гораздо... Чаще гораздо более интересны по рыбе, по пойманной, по размеру рыбы. По массовости, наверное. По массовости. Причем люди имеют перед собой перспективу. Выиграв турнир выходного дня, они получают путевку, бесплатную путевку, билет в следующий уровень. Выигрывая там, они поднимаются все выше, 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 выше. И реально могут стать профессионалами, которые реально зарабатывают себе на жизнь ловли и басса. На неплохую жизнь. На неплохую жизнь. Причем люди, которые подписывают спонсорские контракты с производителями лодочных моторов, приманками всевозможными и так далее, и так далее, и так далее, практически все для участия в соревнованиях получают бесплатно. То есть им это выделяет спонсор, включая вступительный взнос. Задача их состоит только в том, чтобы наловить рыбу, которая нужна в данный момент, и выиграет турнир. Всего принимается 5 рыб, поэтому тут сложно сказать, на одну больше ты можешь поймать 5 рыб на 1 грамм больше, чем 300 граммовых, и проиграть спортсмену, который поймал 2-3 килограммовых. Все заточено на зрелище. Пожалуй, я небольшой поклонник американского образа жизни, но помимо американской говядины, это, наверное, второе, что стоит перенимать, организацию турниров. Сереж, скажи, пожалуйста, я все-таки пытаюсь тебя вернуть в лоно предыдущего вопроса, ну, назови трех основных соперников для России. В Европе это Португалия, Испания, Италия, в любой последовательности. А Хорваты? Пока что они учатся у нас, и нам это очень приятно. Но в ближайшем будущем это будут наши основные соперники. Если случится чудо, и то, что сейчас пытаются организовать Португалы, это чемпионат мира по ловле баса с берега, я думаю, там будут два фаворита. Россия? Россия и Хорватия. Ловля баса с берега в Хорватии на высочайшем уровне. И с каждым годом они все лучше и лучше этим занимаются, все больше и больше подтягиваются к мировым грандам. И нам очень приятно, что они постоянно находятся в контакте с нами, поскольку наша школа тоже развивалась как береговая школа ловли баса. Мы постоянно общаемся, они постоянно что-то у нас подсматривают, и с каждым разом, хотя мы уже неоднократно их побеждали на их поле, нам это делать все труднее и труднее. Хорошо, а скажи, пожалуйста, страны бывшего соцлагеря, бывшего СССР, есть ли кто-то, кто подтягивается, ну, или хотя бы идет в русле? Безусловно, Латвия. Великолепные спортсмены, очень сильные, которые тоже очень наглухо задвинулись, можно так сказать, в баса. У них есть и снасти, у них есть и лодки, они могут себе, поскольку они члены Евросоюза, позволить разъезжать по Европе на автомобиле, не волнуюсь за пересечение границ, что для нас является таким, в общем, если и преодолимым, то все-таки барьером. Нам нужно заранее задачиться визой, пойти убедить людей, что мы действительно собираемся, там, не вредить, а помогать, развивать туризм. И 164 документа сделать, таможню пройти, это целая история, конечно. Что мама не была там, что папа не был здесь, и что мы хорошие, добрые, белые, пушистые. Для них это немножко проще. Латвия? Латвия, в первую очередь, Латвия. Честно говоря, я не видел других стран из бывшего Советского Союза на полях сражений Басовых, хотя из соцлагеря это Польша, которая один раз выступила, в принципе, весьма успешно для новичков. Ну, вот сейчас, пожалуй, что и все. Ну, Хорватия. Ну, Хорватия, она не выступает в лодочных соревнованиях. Следующий год будет годом премьеры хорватской сборной в лодочных чемпионатах мира. Надеюсь на это. Пока что, положа руку на сердце, российская команда смогла выбиться из подраздела клоуны, которым всегда... В подраздел претенденты. В подраздел тех, на кого станут обращать внимание. Если раньше нашим огромным плюсом было то, что у нас ни во что не ставили, то есть, ну, очередная Нигерия, Занзибар и прочее, то теперь за нами смотрят и очень пристально. Стоит осложнение. Да, стоит отметить то, что когда наши спортсмены поехали тренироваться в Мексику, мексиканцы через два дня после того, как россияне купили билеты и забронировали отель, уже четко знали, что к ним едут действующие чемпионы мира. Нам прислали телефонограмму, не слишком ли рановые к нам, может быть, стоило бы приехать попозже, будет лучшее время, типа чемпионы мира, могли бы потренироваться получше. То есть, мы можем сказать так, что информация, которая появляется на сайте русской бас-лиги, отслеживается, переводится на другие языки. за нами начали, ну, если не пристально, ну, то, по крайней мере, наблюдать. Так, как говорится, выпьем же за то, что за нами следили во все оставшиеся и отпущенные нам Богом времена. Потому что мы сильные, потому что мы многое умеем и мы многое хотим. Не только в басе, но в басе, наверное, в первую очередь. И, уж извините, не в последнюю очередь, благодаря Сергею Титову, который был сегодня в студии, отцу, прародителю русского бас-движения. Ничего, что я так. Сереж, спасибо тебе большое. Переходи еще. В очередной раз убеждаюсь, что ты не только прекрасный собеседник, который знает тему, но и человек, влюбленный не просто в басовую рыбалку, а в рыбалку с большой буквы. У нас это называется в главную рыбалку. Еще раз спасибо. Спасибо тебе, Стас. До встречи, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание. К сожалению, уже был у нас в гостях Сергей Титов и говорили мы о русской бас-лиге, о мировом бас-движении, обо всем, что связано с ловлей этой замечательной, удивительной рыбы. На сегодня все. Главная рыбалка прощается. Меня зовут Станислав Радзишевский. И, пользуясь своим правом авторского введения этой программы, я буду стараться приглашать в эту студию самых лучших, настоящих профессионалов. До встречи. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова